давайте продолжим верстать наш сайт сейчас у нас есть html разметка нам необходимо все оформить на css чтобы добиться результата как у нас это все устроено на макете на макете мы видим данный раздел оформлен у нас следующим образом у нас здесь есть заголовок текст 4 столбца и два столбца у кнопок мы это все оформили в html по отдельным разделам например баттонс у нас кнопки объединены и в карте объединены у нас отдельные элементы а теперь мы это все оформим здесь на css и давайте начнем с вот этого раздела features и мы сделаем сначала здесь text line центр для того чтобы выровнять все по центру это свойство применяется на строчные теги поэтому весь текст картинки у нас становится сейчас по центру соответствии с макетом здесь мы видим что все выравнивается по центру даже если эти столбцы у нас отдельные но все центруются именно по центральной части вот этого отдельного элемента также если мы выделим вот этот элемент и с помощью альта наведем на верхнюю часть или вот сюда на следующий блок то мы видим здесь примерно по 170 пикселей padding снизу 172 сверху 171 но я думаю если мы установим 170 сверху и снизу и 0 по бокам это будет корректно и сейчас мы видим что у нас появились уже эти отступы сверху и снизу теперь нам необходимо оформить текст который у нас находится вот здесь в title для этого мы сделаем следующее мы посмотрим как этот текст оформлен у нас здесь мы можем сейчас перейти в режим разработчика выделить этот текст и посмотреть на его параметр мы видим что здесь толщина 500 и у вот этого текста также толщина 500 цвет у них одинаковый вот здесь мы можем это все скопировать если мы скопируем весь этот блок то мы можем его сразу же перенести вот сюда нам не нужен сейчас letter spacing line height нам не нужен font size и font family но вот эти три свойства мы можем оставить текст овайн центр здесь в принципе тоже нам не нужен потому что он применяется для всего раздела одинаково далее давайте оформим наши элементы h2 и p который находится у нас вот здесь в title сделаем для них такие селекторы и сейчас очень быстро выделим этот элемент скопируем свойства шрифта перенесем их вот сюда и давайте также сделаем сразу же для заголовка посмотрим что нам здесь нужно оставить цвет мы здесь убираем потому что он у нас берется из родительского элемента и нам его дублировать смысла нету текст трансформ апперкейс мы оставим текста line left здесь не требуется потому что этот заголовок выставлен у нас по центру letter spacing давайте поставим один пиксель потому что в процентах здесь значение не будет корректно работать он веет нам также не нужно потому что мы его указывали вот здесь title line height также нам не надо и font family нам не требуется то есть мы из всего что скопировали оставили только размер letter spacing установили в один пиксель если нужно будет мы его подкорректируем и установили текст трансформ апперкейс чтобы все буквы были у нас в верхнем регистре а для вот этого текста мы также уберем font family оставим также размер и все остальное здесь в принципе нам не потребуется этого будет достаточно мы можем установить здесь margin давайте это сделаем сразу же по моим margin в значение 00 например 5 то есть у нас устанавливается 0 сверху 0 лево и справа и 5 это значение снизу нам нужен именно margin снизу а остальные margin и мы обнуляем потому что у заголовков h2 и у текста p как раз таки этим margin по дефолту присутствует но нам они не нужны нам нужно выставить все таким образом чтобы эти элементы стояли на нужном расстоянии друг от друга сейчас вы видите снизу оранжевый отступ это как раз таки вот этот margin здесь справа в разделе styles это можно увидеть вы видите вот как раз таки значение margin 5 если мы его будем вот так вот увеличивать то она будет меняться и отступ от заголовка до вот этого текста будет изменяться чтобы нам понять как это все настроить в соответствии с макетом мы конечно можем попробовать посмотреть здесь это расстояние 21 пиксель но она у нас в большинстве случаев совпадать не будет потому что у текста как раз таки есть высота линии у текста может быть выравнивание по нижней или по верхней части и вот этот отступ он меряется у нас как вы видите от рамки до рамки текста поэтому мы можем сделать следующим образом в браузере вы можете найти его такое расширение perfect пиксель вы видите автор официальный сайт этого расширения и мы просто его устанавливаете себе в браузер после этого вы можете его запустить и здесь появляется вот такое вот меню я уже неоднократно в предыдущих уроках по верстке показывал как этим всем пользоваться но сейчас мы еще раз все здесь настроим у вас в первый раз будет вот такой вот внешний вид и нам здесь необходимо добавить слой то есть весь фрейм который у нас есть здесь на макете мы можем сейчас выделить весь этот фрагмент и сохранить его то есть экспортировать выйдем в режим дизайнера нажмем здесь экспорт 1 x png и экспортируем эту картинку то есть весь наш фрейм сайта после этого мы можем здесь добавить наш первый слой я его сохранил туда в папку с проектом выберу это изображение и сейчас вы видите у нас на фоне с прозрачностью появилось это изображение и она будет нам помогать выставлять все так как нам требуется сейчас мы нажмем на вот эту кнопку чтобы выставить все по центру и сейчас мы уже видим на фоне изображения если включить вот здесь инверсию то мы более отчетливо видим ту картинку на фоне и наши элементы которые сейчас находятся вот здесь поверх них это как раз таки наш код здесь можно убавить прозрачность можно как-то двигать этот макет но мы выставим его по центру и оставим таким образом можно заблокировать чтоб случайно не переместить а также можно скрыть и показать этот плагин очень прост в использовании но он очень удобен и поможет нам разместить все так как необходимо в соответствии с макетом сейчас мы сделаем следующим образом мы запустим режим разработчика f12 нажмем на вот эту кнопку для того чтобы проверить все на мобильных устройствах или на устройство с другим разрешением выберем здесь responsive установим 1920 высота здесь в принципе нам сейчас не важно она может быть любая масштаб установим так чтоб нам было более комфортно 75 процентов и сейчас мы видим тот же самый сайт но в масштабе 75 процентов это нам никак не мешает и мы точно также продолжаем с ним работать если он будет открыт на размерах full hd 1920 в обычном масштабе 100 процентов то он будет выглядеть просто немного крупнее а здесь нам удобнее это все тестировать потому что нету вертикальной полосы прокрутки в таком режиме в обычном режиме вы видите что есть вертикальная полоса и она добавляет какую-то ширину на данной странице и из-за этого у вас может что-то съехать влево вправо и не соответствовать с фоновым изображением при работе с этим плагином но если вы запускаете режим разработчика устанавливайте здесь респонсив и ширину такую же 1920 то есть вот эти вот края эта рамка это как раз таки имитация экрана 1920 если вдруг это устройство у вас будет уменьшаться то вы сейчас видите имитацию устройства с шириной 869 пикселей и это все можно проверять на разной ширине устройств мы сейчас делаем десктопную версию поэтому мы будем проверять все на full hd на 1920 и уже вот так вот у нас полосы прокрутки не будет если вдруг у вас есть горизонтальная полоса прокрутки просто отключите это расширение закройте инструменты разработчика снова их откройте с помощью в 12 и сейчас вы видите горизонтальной полосы нету и теперь можно запустить perfect пиксель развернуть его при необходимости настроить так чтобы это все было по центру при необходимости включить или выключить инверсию и вот теперь мы можем все это подгонять под необходимые позиции то есть так как это должно у нас быть соответствии с макетом для этого мы можем настроить отступ если мы сейчас будем увеличить вот этот отступ снизу который мы ранее установили просто в 5 пикселей для теста то мы можем настроить так чтобы у нас заголовок который располагается ниже совпадал с тем фоном который у нас установлен на картинке и мы видим что 19 пикселей здесь идеально подходит таким образом мы переносим эти 19 пикселей вот сюда сохраняем и уже видим что у нас заголовок и текст совпадают и находятся там где они должны быть если мы скроем или покажем фоновое изображение то мы видим что у нас стопроцентное совпадение и заголовок и текст находится на своих позициях теперь нам необходимо вот эти карточки выставить в 4 столбца и сделать так же чтобы они совпадали по размерам шрифта по отступам друг от друга и также после этого сделать кнопки и в итоге мы сделаем первый раздел и все у нас будет совпадать с макетом и находиться на своих позициях а а а Субтитры создавал DimaTorzok